это день города в студии максим васильев здравствуйте главная тема дня первый каток на лыбинском бульваре открыли новогоднюю зону отдыха сентиментальное спасение рязанские собрался встретились женщины которую в зоне сву они выточили буквально из огня наполняя смыслами для подростков в областном наркодиспансере запускает новую программу реабилитации сегодня на лыбинском бульваре официально и торжественно открылся городской кота как сообщает сайт городской администрации его отличительная особенность системе охлаждения льда которая будет работать даже при плюсовых температурах для посетителей будут организованы прокат коньков теплая раздевалка и зона фудкорта по вечерам на катке будут включать освещение и музыкальное сопровождение в период новогодних праздников пройдут мастер-классы и тематические мероприятия Сюжет об этом торжественном открытии смотрите в нашем завтрашнем выпуске история достойная стать основой для фильма произошла с рязанскими росгвардейцами выполняя задания в СВО они зоны обстрела эвакуировали пожилую женщину казалось бы обычная история получила продолжение уже в рязани эта сентиментальная история спасения произошла в донецке во время специальной военной операции тогда офицеры рязанского собра выполняли боевую задачу в одном из населенных пунктов в один момент меня по радиосвязи вызывает другая подгруппа старшая другая подгруппа просит подойти к ним я выдвинуться к ним спускаюсь в подвал в процессе разговора выясняется что в подвале находится Нина Васильевна Нина Васильевна 74-летняя пенсионерка в подвале она укрывалась от артиллерийских обстрелов со стороны Украины еще ночью говорит к ней приходили солдаты в СОУ и светили в окна дома а позже начались обстрелы от огня женщина укрылась в подвале там ее и обнаружили собровцы одинокую пенсионерку читающую евангелие открыл библии в библии было стихотворение посвященное подруге и посвященное из Рязани вот так вот мы слово за слово начали общаться узнали что Нина Васильевна из Рязани и мы из Рязани вот таким образом мы познакомились стихотворение было написано подругой Нины Васильевны про поселок сапожок бойцы собра спросили тогда знает ли женщина где эта самая Рязань и уж тем более где сапожок думаю что я живу в украине значит и украинка так ведь я и разговаривала так много потребляла очень слов украинских вот и я нет я родилась я знаю Рязань а знаете сапожок я конечно знаю пятом шестом седьмом восьмом классе там училась Нина Васильевна родилась и выросла в Рязанской области а выйдя замуж переехала на Украину там она работала учителем начальных классов после смерти мужа самостоятельно переехать к родственникам в Россию она не смогла по состоянию здоровья бойцы собра оказали женщине первую доврачебную помощь и связались с ее сыном с которым женщина не виделась почти 10 лет а после скомандовали мол собирайтесь завтра в час дня мы за вами приедем и заберем вас на родину а встреча с пенсионеркой офицер доложил руководству ответ был однозначный эвакуируйте я уже получил паспорт российский а это уже кадры встречи бойцов рязанского собра с Ниной Васильевной на малой родине в Рязани женщина прошла необходимое лечение получила гражданство говорит благодарна всем рязанцам переехала она почти без гроша в кармане однако как говорится с миру по нитке в ближайшее время Нина Васильевна переедет к сыну который проживает в Сибири в детском стационаре областного клинического наркодиспансера готовится перейти на новую методику лечения и реабилитации наркозависимых подростков это уже будет целый комплекс процедур с привлечением серьезного набора специалистов лечить умы и души ребят с улицы будут даже священники это групповое занятие с подростками лица которых по понятным причинам мы скрываем для многих юных пациентов наркологического стационара едва ли не главное отдушина помимо собственно лекарственных препаратов восстанавливающих организм здесь теперь практикуют и лечение душевное ну то есть наполняют смыслами практически каждую минуту свободного времени этот комплексный подход к реабилитации эффективен для взрослых теперь его будут применять и к подросткам понятно что это потребует увеличение времени нахождения в диспансере с двух недель до трех месяцев но эта мера себе оправдает принято решение на переход от чисто лечебных к лечебно-реабилитационным программам и как раз с привлечением всех смежных специалистов которые также будут курировать вот эти развивающиеся системы организма то что мы и нервную систему затронули и эмоционально-волевую сферу посмотрели то есть та же физиотерапия она и уровень раздражительности снижает и уровень агрессии снижает и помогает развить им духовность сферы сегодня этот стационар для юных наркозависимых на 10 коек занят лишь наполовину но внимание к своим подопечному врачей областного диспансера меньше не стало с ними ведут беседы ребята играют настольный тенни слепят вот такие забавные поделки чтобы не думать о том куда им предстоит возвращаться новое время порождает новые виды наркотиков сегодня подростков травят в основном синтетикой так называемыми солями после разового употребления которых например восстановление нейронных связей в мозгу занимает 14 дней взрослому сложно что уж говорить о детях хотя причина наркозависимости у них сегодня уже не столько биологическая сколько социопсихологическая говорят врачи социологическая составляющая она помогает человеку вернуться в общество потому что если посмотреть на ребенка на подростка как проходила его жизнь там ранние воспоминания он не помнит потом у него были какие-то например проблемы с семьей насилие либо родителей вообще не было остальные воспоминания связаны с употреблением наркотиков употребление алкоголя и в общем-то человек другой жизни ты не знал поэтому должны вернуть его в общество показать ему а что еще есть потому что ребенок он же как белый лист он не то не знает просто того что взрослые уже знают не видит альтернативных путей поэтому их нужно показать один из альтернативных путей поиска смыслов для подростков общение со священниками и в областном наркодиспансере с приглашением представителей церкви решили не затягивать говорить о боге станет еще одной частью комплексного подхода к реабилитации в рязанской области правоохранители пресекли работу так называемых черных лесорубов прокурору шиловского района поделились подробностями деревья в рязанских лесах поистине многострадальные то их систематически выкашивает пожаром то рубят под корень бензопилы черных лесорубов как удалось установить правоохранительным органам в данном случае орудовали двое и пусть количество этих самых дровосеков вас не смущает только за февраль и март этого года они причинили лесному фонду россии в лице министерства природопользования рязанской области ущерба на общую сумму больше трех миллионов рублей орудовали в границах комсомольского участкового лесничества гк у р.о. ерахтурское лесничество в судебном заседании подсудимые вину в совершении инкриминированных деяний признали полностью в содеянном раскаялись с учетом позиции государственного обвинителя приговором шиловского районного суда подсудимые признаны виновными в совершении преступлений каждому из них назначено наказание в виде лишения свободы сроком два года условно с испытательным сроком два года с возложением обязанности не менять постоянное место жительства без уведомлений специализированного государственного органа осуществляющего контроль за поведением условно осужденных являться в указанный орган на регистрации ежемесячной кроме того суд удовлетворил еще и гражданский иск прокурора шиловского района который гласил что с виновных лиц в доход бюджета муниципального образования необходимо взыскать денежные средства в размере причиненного ущерба то есть свыше трех миллионов рублей орудия преступления именно две бензопилы марки штиль конфискованы в доход государства приговор суда вступил в законную силу мошенниках и способах их обмана мы рассказывали уже не раз зачастую история одинаковая обманули обратились в полицию ищут но на этот раз все закончилось хорошо кажется голосу разума пенсионеры стали прислушиваться в этот раз неизвестные позвонили 64-летней жительницы города схему мошенники выбрали стандартную мол ваша внучка спровоцировала дтп и чтобы уголовное дело не возбудили нужны деньги сумму мошенники запросили внушительную полтора миллиона рублей резанки объяснили что деньги эти пойдут и на улаживание конфликта с пострадавшей стороной и на взятку полиции правда старались они зря женщина сразу поняла что ее пытаются обмануть параллельно по сотовому телефону она связалась с полицией и сообщила что скоро к ней за деньгами приедет посредник дежурный офицер полиции проинструктировал резанку как себя дальше вести в разговоре со злоумышленником и направил на ее адрес ближайший экипаж ппс когда курьер прибыл к рязанке за деньгами его тут же задержали полицейские задержан за участие в мошеннических действиях а именно середины ноября по сегодняшний день я с различных адресов города рязань забирал им пенсионеров денежные средства которые которые обманывали по телефону под предлогом что их родственники попали в тп 10 процентов от суммы я оставлял себе в качестве зарплаты остальную сумму переводил на различные банковские карты которые мне диктовали неизвестные люди в телеграме к работе с этим 21-летним курьером подключились уже сотрудники управления уголовного розыска у мвд россии по рязанской области им он и рассказал о своей роли в мошеннической схеме отношении молодого человека возбуждены уголовные дела по факту мошенничества он во дворе он под стражу по статье 91 уголовно-процессуального кодекса следственные действия продолжаются устанавливаются его причастность к другим эпизодом противоправной деятельности к настоящему времени установлено что жертвами мошенников с конца ноября стали 8 рязанских пенсионеров возрасте от 80 до 91 года переданные ими суммы денег варьируется от 75 тысяч до 735 тысяч рублей совокупности понесенный потерпевшими ущерб составил 1 миллион девятьсот восемьдесят тысяч рублей полицейские напомнили что телефонные мошенники продолжают свою активность и если звонит родственник попавший в неприятность то лучше прекратить разговор и перезвонить родному человеку на этом у нас все еще больше новостей на нашем сайте 3w город 62 .tv на наших страничках в соцсетях всего доброго